Девушки отдыхают Девушки отдыхают В этом выпуске я покажу вам самых лучших охотников среди всех муравьев, которых я содержал, а также мы подключим новый жилой модуль к этой колонии. Девушки отдыхают У Саленопсис гимината муравьи огромной численностью накидывались на тараканов, активно жалили их, цеплялись на все конечности, но даже в таком состоянии таракан мог пробегать минут пять и только после этого был полностью парализован. У панерин, которых многие считают супер охотниками, тоже не всегда получалось быстро и эффективно поймать таракана. Да, если закинуть таракана им прямо в камеру и тот же винатор моментально его схватит и ужалит, все пройдет быстро, но таракан на арене у винаторов может жить достаточно долго. Не все прыжки этих муравьев заканчиваются успехом. Но теперь, с появлением у меня мирмикарии, я пересматриваю свой взгляд на самых эффективных охотников среди муравьев. Давайте посмотрим почему. Итак, кидаем таракана на арену. Все. Вот и все. Конечно, таракан не убит, но он пойман и полностью обездвижен. Это очень важно в условиях природы, где через считанные секунды после нападения жертва может очень далеко убежать от гнезда и там ее ищи-свищи. Давайте посмотрим, что помогает муравьям мирмикария так эффективно охотиться. Первое. Это их способность хватать свою добычу и удерживать ее. Даже когда моя колония была малочислена, я заметил, что муравьи, любую кормовую культуру, которую я им давал, стараются в первую очередь схватить и удержать, дожидаясь подхода остальных. Сейчас колония разрослась, и удержание жертвы становится все эффективнее и эффективнее. Кроме этого, эти муравьи обладают отличными физическими возможностями. В плане того, что даже несколько муравьев могут спокойно таскать металлическую крышку от пивной бутылки по арене. Второе, что я хочу отметить, это моментальная мобилизация муравьев. Во время охоты за считанные секунды на арене выскакивает примерно половина моей колонии, и у всех цель одна – схватить жертву и держать ее. Муравьи действуют очень слаженно. Может, именно такая слаженность действий и повлияла на мою оценку этой колонии, как самой разумной колонии муравьев среди тех, которых я содержал. Ну а что же происходит дальше? После того, как жертва схвачена, муравьи начинают методично отрывать от нее все конечности и расчленять ее. Все части заносятся в гнездо, где устраивается пир. Колония Мирмикария-СП живет у меня в формикарии Каблук. Я уже открывал ей все три жилых модуля, и муравьи с удовольствием их заполнили. Поэтому я решил сделать дополнительный модуль в виде башни. Для изготовления я использовал полюбившиеся мне пищевые контейнеры, которые очень эффективно показали себя при содержании в них огненных муравьев Саленопсис гемината. Там они выступали в роли жилых модулей и в роли арен. Что-то подобное я изготовил и для Мирмикарии-СП. Такой контейнер занимает мало места на полке и вмещает в себя максимальное количество муравьев. Все зависит от камер, которые вы сделаете. Но на примере филахов вы помните, что можно почти весь гипс превратить в камеры для жизни муравьев. Получившийся новый модуль я подключил к формикарию Каблук. Использовал для этого перемычку с отверстием. Чтобы вытащить старую и вставить новую перемычку, я взял ватку. Я аккуратно вытащил старую перемычку и заткнул открывшийся вход в гнездо ваткой. Теперь можно передохнуть и вставить новую перемычку. Тут главное, чтобы шланг, который мы аккуратно вставили в отверстие, не выступал за грани перемычки. Что позволит без проблем ее вставить в гнездо. Но даже при таком способе подключения, несколько муравьев все-таки успели дезертировать. Все они благополучно были пойманы и перемещены обратно. После того, как перемычка заменена, нужно протолкнуть немного шланг. Это не даст в дальнейшем выдвинуться перемычке и отсоединиться шлангу при малейшем перемещении башни и основного формикария. После подключения муравьи стали исследовать новое жилье. Тут я могу отметить их неспешность в переселении. По большому счету, их исследование нового гнезда не особо отличалось от поведения муравьев компонотус филах. Мермикария неспешно несколько дней исследовала новое гнездо и также неспешно заполняла камеры. Даже по прошествии месяца камеры полупустые и лишь небольшая часть муравьев тусуется в новой башне. Хотя формикарий каблук, его гнездо заполнено полностью. Там прям даже некуда яблоку упасть. Полно муравьев, полно расплода. На сегодня все, друзья. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Всем пока-пока.